Снова всем привет! В этом видео хочу показать вам свою коллекцию косметики от MAC, и это одна из моих самых любимых марок. Коллекция пока небольшая, но в ней собраны самые любимые мои средства, я хочу поделиться ими с вами, так что будет интересно, оставайтесь. Начать я хочу с моей любимейшей пудры от MAC, это минеральная пудра, это было первое вообще, что я купила у них. И это оттенок медиум, ей практически уже 3 года, но расход у нее минимальный, мне вообще кажется, что она какая-то вечная. Пройдет практически любому типу коль, у нее сатиновый красивый финиш, который придает лицу эффект фотошопа, не утяжеляю его. Я ее использую вместо тональной основы и наношу кистью кабуки круговыми движениями. Для меня этот продукт настоящий мотхед, поэтому когда и если он закончится, обязательно куплю снова. И следующая шайба это румяна, подтенки спрингшин. Для меня это практически полный аналог знаменитейших румян от NARS. И, кстати, как вы относитесь к оформлению MAC? Лично я просто фанат вот этой лаконичности, простоты и в то же время какой-то стильной изящности. Нежный кораллово-персиковый оттенок с мельчайшим деликатным золотистым шиммером. Румяна очень мелкого помола набираются на ките, тушуются просто великолепно. И держится весь день очень освежая лицо. И благодаря тому, что румяна имеют теплый потон, мне кажется, лучше всего они подойдут таким теплого цвета, типа девушкам. Легендарная база под тени, которая вообще-то на самом деле по задумке MAC самостоятельные кремовые тени, это Paint Pot в оттенке Painterly. Когда я начинала смотреть YouTube, эта база была практически у всех блогеров. И вот это словосочетание Paint Pot в оттенке Painterly звучало как какое-то заклинание магическое. Базой я пользуюсь не каждый день, это не продукт первой необходимости, но этот экземпляр отлично показал себя. Кремовая субстанция легко распределяется и отлично сливается с веком. И за 2 года эта база практически, да никак вообще не высохла, главное плотно закрывайте баночку. Давайте перейдем к карандашам. Маковские карандаши это отдельная тема, как и тени, как и многие остальные продукты, благодаря тому, что оттенки у них какие-то уникальные, я таких не встречала ни у одной другой марки. И первый карандаш это карандаш для глаз в оттенке Prunella. Это такой повседневный вариант для тех, кому надоели стандартные черные и коричневые оттенки. Очень красивый и необычный оттенок фиолетового на черной подложке с вкраплениями в переливах глубокого медного или бордового. Его очень сложно описать, такое надо видеть. Следующий карандаш это легендарный карандаш для губ оттенки Soar, а-ля губы Kylie Jenner. Все очень в тренде, я его наношу просто на все губы, как помаду и получаю такой модный нюдовый матовый вариант. По легенде, американские визажисты используют этот оттенок при создании антивозрастного макияжа, чтобы замаскировать десяток-другой лет. Давайте перейдем к помадам. Их у меня 4 штуки, и 3 из них это трендовые осенние оттенки. Очень их люблю, а вот эта досталась мне в подарок, а оттенок не мой, пока не уверена, что буду им пользоваться, но постараюсь ее приручить. И первая помада это Craving. Это была одна из первых купленных мной у MAC помад, до сих пор я очень люблю. Это достаточно яркий цвет, и если его наслаивать, то можете получить вечерний вариант. Помада не матовая, имеет кремовый и глянцевый блеск, губы не сушит, легко может стать главным акцентом макияжа, так как привлекает к себе внимание. Следующая это Captive. Я долго сомневалась покупать ли ее из-за сходства с предыдущим оттенком, но как на поверку оказалось, они все-таки абсолютно разные, поэтому покупки ничуть не жалею. Здесь есть холодный розовато-сливовый подтон, в отличие от предыдущей теплой версии. Оттенок одновременно и спокойный, благородный и какой-то бунтарский, роковой. Немножко может подсушивать губы, но зато визуально делает губы светлее. Оттенок Twig. Это уже сатиновая серия и предыдущая тоже широко известная в узких кругах помада. Красивый и благородный нюд, помада также из сатиновой серии, приятно ощущается на губах, сходит постепенно, рекомендую для повседневного осеннего макияжа. И последний спорный для меня персонаж это ярко-розовый холодный оттенок Snob. Этот цвет абсолютно точно за пределами моей зоны комфорта. Конфетно-розовый, очень ненатуральный, но какой же красивый, оставлю и буду приручать. В течение покажу вам свои любимые тени. У них у меня 4 оттенка. Это наборная палетка и все я собирала сама. Некоторые из этих оттенков мне пришлось покупать по одному и потом своими силами переносить их сюда. Тут тоже довольно популярные все оттенки. Это Club, Star Violet, Hoax и Nocturneil. Все эти оттенки лучше чувствуют себя на базе. Нельзя сказать, что у них сильная пигментация, но тем не менее, держатся на веках они весь день и легко наслаиваются. Это была вся моя коллекция любимчиков от MAC. Расскажите, пожалуйста, какие у вас есть мастхевы, что мне обязательно нужно попробовать от этой марки. И увидимся с вами скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok